И видите, еще Суккот не начался, а у нас уже есть Сука, Шалаш. И как раз мы учим книгу Каэлит, которую принято читать в Суккот. Потому что в Суккот уходят в Шалаши, уходят жить в Шалаши на неделю. И значит, вот как бы смысл Экклезиаста и Суккота, они очень совпадают. Что счастье это не в погоне за материальным, а счастье это в духовных каких-то свершениях, в духовных достижениях. И как раз вот Сука именно это и символизирует. И символизирует Сука, значит, вот этот вот подход к жизни. Поэтому в Суккот читают Каэлит. А мы готовимся к этому моменту и изучаем эту книгу Экклезиаст. Мы изучаем, чтобы в Суккот понимать, можно прям весь Суккот сидеть с книжкой. И, значит, наслаждаться мудростью царя Соломона под небом. Но что интересно, что к следующему Суккоту уже с Божьей помощью будет книга. Значит, и по каместь мы просто эту книгу изучаем. Тоже хорошее издание, кстати, если вы можете заказать себе, очень рекомендую. Это шикарное издание, прекрасная книга. Которая, прямо в ней собраны комментарии по двум уровням. Собран комментарий по уровню Пшат, простой смысл. И по уровню Драш. Драш это зашифрованный. То есть из Мидрашей есть специальные сборники, где спрятаны смыслы. Издание шикарное вообще. Но я как бы делаю здесь классика. Здесь классические комментарии. А то, что мы изучаем, это попытка взять эти классические комментарии. И на современный наш с вами язык это все перевести. И понять, как это использовалось с точки зрения психологии. Да, всем желаю шалома. Внутреннего, внешнего и мир. Чтобы шалома, чтобы закончилась война в ближайшее время. Чтобы мы прямо удостоились все вместе сказать. Все, слава Богу, война закончилась. Прямо жду этого дня очень сильно. Чтобы сказать, все, закончилась война. И можно опять жить мирно. Хорошо. Итак, восьмая глава. Восьмая глава в ней есть. Всего в Эквизиасте 222 отрывка. Восьмой главе 17. Попробуем сегодня успеть все отрывочки пройти. Итак, начинается с того, что кто как мудрец, который знает Пешер Давар. Который знает суть вещей. Кто он говорит, тот мудрец, который знает суть вещей. И дальше он отвечает. Как определить такого мудреца? Хохмат Адам Таир Панав. То есть мудрость человека, она освещает его лицо. Вос Панав Ишене. И дерзость его лица меняется. Значит, есть очень интересное, очень интересное есть такое мидраж, предание. Как один царь, который жил очень далеко. Он, услышав про дарование Торы, про то, что произошло с еврейским народом. Он послал, в то время же не было фотографов. Он прислал, послал одного художника талантливого, значит, чтобы он нарисовал портрет Машира Бэйна. Этот художник приехал, как-то он увидел Машира Бэйну, и он нарисовал его портрет. Приносит, значит, царю открывает. И тот видит, что совершенно лицо такое, очень грубое лицо, говорит мидраж. Очень грубое, очень такое прямо, ну, воинственное такое лицо. Тот говорит, как, Машира Бэйна, это же святой учитель. Но оказалось, что у Машира Бэйна у него было вот такое сияние, которое он исправил в себе все эти качества. То есть, чем больше у человека есть склонности к каким-то негативным качествам, если он их исправляет, то он переходит на другую сторону. То есть, у него, получается, он преодолевает огромные усилия, и он становится сияющим. Вот Машира Бэйна был сияющим. Если вы хотите определить, кто мудрец, кто не мудрец, подойдите, зеркальцем посмотрите, сияет, не сияет. Вот если вы посмотрите фильмы про Любавического Рэба, например, или про Ицкака Зильбера, Зихраноцедихли Враха. О, они сияли. Я Равыцкака, вот, ну, я к нему ходил на уроки около четырех лет домой. Это была удивительная вещь такая. Он все время, у него были смеющиеся глаза, и он сиял и шутил все время. Такой ему за 80 лет, и он все время шутил, сиял, старался как-то поднять настроение, быстро ходил. Такой очень был веселый. Второй отрывок. Значит, дальше говорит царь Саамон нам простую вещь. Я, говорит, вот, точно вам говорю. Слово царя соблюдай, и, значит, не нарушай клятвы перед Богом. Он говорит, смотрите, в чем вообще мудрость заключается? Мудрость заключается в том, чтобы знать, что Бог сказал, как надо жить, как надо делать, и это делать. Вот и вся мудрость. Если ты делаешь то, что Бог тебе сказал делать, значит, у тебя будет все великолепно. То есть мудрость в жизни настоящая. Это не там хитроум, есть люди хитроумные. Помните, мы учили, что в Мишле, в притчах, что хорошо обдумывают свои поступки. Но тот, кто полагается на Бога, будет счастлив. То есть царь Саамон нам здесь говорит, вообще, мы же обсуждаем мудрость. Он говорит, мудрость – это не профессор по математике. Мудрость – это не прочитал тысячу книг. Мудрость – это знать, что Бог от тебя хочет, и делать то, что Бог от тебя хочет. Все. Вот это и называется мудрость, и не нарушать клятву, которую дал еврейский народ на горе Синаи. Третий отрывок. Он говорит, смотри, не спеши, значит, уходить от него дословно. И не стой на «не делай зло», потому что Бог все, что захочет, сделает. Вот смотрите, как получается. Мы видим какую-то внешнюю картинку. И мы видим, как какой-то человек делает зло. То есть, по нашему мнению, что он… Что здесь зло? Давайте определимся. В первую очередь, человек субъективно определяет, что зло – это то, что мне вредит. То, что хотят мне люди повредить – это зло. Это субъективная оценка любого человека. От маленького ребенка до взрослого человека. Все говорят, что ты, если идешь против меня, это зло. Теперь, ну, это не объективное зло. Это субъективное зло. Теперь, что такое объективное зло? Но объективное зло – это нарушение воли Всевышнего. И вот, значит, кто-то нарушает на ваших глазах волю Всевышнего. Вы смотрите и думаете. Да, думаете вы. Значит, где же Всевышний? Спрашивают даже неверующие люди. Где Всевышний? Вот, смотрите, злодей, он процветает. Теперь, ну, что значит этот вопрос? Этот вопрос значит только неверие во Всевышнего. И все. Потому что тот, кто верит, он читал здесь третий отрывок восьмой главы. Он говорит, не спеши. Не спеши. Подожди чуть-чуть. Можете в Ютьюбе посмотреть ролики, которые называются «Карма догнала его быстро». Мы знаем с вами, что карма – это что посеешь, что и пожнешь. То есть карма – это Всевышний установил духовные законы. Посмотрите ролики. Есть десятки роликов, как человек делает зло, карма тут же его настигает, но есть случаи, когда Всевышний по каким-то причинам он ждет. Так он и тебе говорит, царь Самон, не спеши. Система работает. Просто Всевышний в системе ставил вот такие вот зазоры, чтобы он знает, что кто-то может быть исправится. А может быть тот, кто сделал зло, он сделал зло тому, кому надо было сделать зло. И Всевышний сейчас чуть-чуть ждет, значит, чуть-чуть ждет, чтобы цепочка дальше пошла. Четвертый отрывок. Он говорит, послушай, есть власть царя, Всевышний управляет всеми разданиями, всеми процессами. Все, 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 значит, он управляет. Он говорит, что ты ему скажешь, что делать? Реальность – это то, что есть, это то, что он сделал. И ты можешь или признавать, или не признавать. Но то, что система работает, даже не сомневайтесь. Пятый отрывок. Шомер Митсва Лоида Давар Ра. Есть такой закон, который гласит, что тот, кто соблюдает заповедь, не случится с ним ничего плохого. И продолжение этого отрывка, очень важно, его забывают часто. В эту мишпад еда лев кахам. Срок и суд, как правильно делать, знает сердце мудреца. Значит, практически этот закон, как он используется. Вот, например, человек едет в какой-то город. Вот Виолетта Мартина Шалом из Латвии. Решила Виолетта Мартина поехать в Израиль, например, в туристическую поездку. Ее муж, Виолетта Мартина, или кто-то из ее близких, там, друзья, родственники, знакомые, ей говорят, Виолетта, вот тебе 100 долларов передашь нацдаку Якову Шатадину на Ваикру, чтобы поддержать урок Торы, значит, поддержать какой-то урок Торы, чтобы у меня было все хорошо. На тебе 100 долларов. Виолетта Мартина берет 100 долларов, кладет куда-то в тайное место, и всю дорогу, которую она летит в Израиль, она является тем, кто делает митцву, делает заповедь. А написано как? Она прям с собой несет пятый отрывок восьмой главы Каэлита. Тот, кто сохраняет заповедь, тот, кто выполняет заповедь, не случится с ним ничего плохого. Теперь она едет, 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 приехала она, и тут она уже приехала, встретила Якова Шатадина, а 100 долларов ему не отдала. Вот, и тут, значит, что-то ей Всевышний как-то напомнил, что ты же должна 100 долларов передать была. Срок и суд знает сердце мудреца. То есть тут есть много разных нюансов, которые надо знать при выполнении заповеди, потому что бывают ситуации, когда человек не знает законов, а он, значит, думает, что он выполняет заповедь, а на самом деле он вредит. Рассказываю пример. Один человек молится в синагоде, и в том месте, где нельзя прерываться, он прерывается и начинает кричать на другого человека, что тот мешает ему молиться и разговаривать. И разговаривает. При этом то, что он кричит на другого человека, он мешает молиться всем. Теперь тот человек, на которого кричат, не успевает еще ответить. В это время другой человек, есть эти люди нервные, которые вообще все воспринимают на свой счет. Им вообще, то есть вот я лично это видел своими глазами, тот кричал, что мешает ему другой, а в это время в другой конце синагоди разговаривал третий. И на него никто вообще, никто не кричал на него. Но он прерывает свой разговор, поворачивается к тому, кто решил успокоить вот того. В середине молитвы, там, где нельзя прерываться. И они начинают на него кричать, они начинают ругаться, там вообще чуть не додрать. Представляете? То есть это называется, что каждый думал, что он выполняет заповедь, но они не были хохамим, не были они мудрецами, не знали они границы, границы, что такое заповедь, что такое не заповедь. Часто такое бывает, что человек, который одел уже типу, отрастил бороду, но он по факту еще вообще не знает, что такое религия, заповедь, тора, где можно, где нельзя. К сожалению, наше поколение, даже те, кто стали религиозными, мы теоретики. То есть у нас вся наша начинка нерелигиозная. Потом сверху одели на это какую-то такую религиозную оберточку, небольшую, которую вообще теоретически взяли, это такая китайская подделка, перевод, не китайская подделка, перевод религиозной обертки на русский язык. И получается начинка нерелигиозная, обертка религиозная, и все время эту обертку срывает. Поэтому религиозные, те, кто называют себя религиозными, если они ведут себя не по-религиозному, то это не значит, что религиозные себя ведут не по-религиозному. И то, что пишут, я смотрю новости, заголовки, что пишет русскоязычная пресса в Израиле против религиозных, вы не представляете. Идет такая пропаганда, такая ложь, такой обман, что просто, если вы можете русскоязычным евреям или людям, которые живут в Израиле, посылать мои уроки, пожалуйста, посылайте. Реально там обман, обман, такой целенаправленный обман и пропаганда. Хорошо. Теперь дальше продолжает царь Соломон и говорит нам в шестом отрывке. Телеколь хефец еш эт. Для каждого, всему, 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 хефец это и желание, и предмет, всему есть свой срок, умешпад и свой закон. То есть, этот мир очень такой структурированный, и не просто структурированный, вот есть шаббат, законы шаббата, есть законы шаббата, но шаббата это седьмой день. Если ты будешь соблюдать все законы шаббата во вторник, не работает. Если ты будешь в субботу не соблюдать законы шаббата, а скажешь, это шаббат, седьмой день, я понимаю, что время пришло, но я буду его соблюдать по-своему. Не работает. Работают и законы, и время, когда их надо соблюдать. То, что он здесь нам говорит, что всему есть свой срок и свой закон. Кират Адам Рабалов и зло человека, которое он делает, оно умножается на него. Здесь он нам говорит еще один очень важный закон, что в чем заключается милосердие Всевышнего. Он ждет, вот человек делает зло, 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 зло. Оно над ним накапливается, 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 накапливается. Потом он не раскаивается, ничего. Потом ему идет капельки, знаете, как дождь начинается. Кап, 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 ему начинает это зло по чуть-чуть возвращаться. Оно его капнуло, капнуло, а он такой, ну что за случайности, что-то мне не везет. Ему кап, кап, уже кап. Потом как град включается, и значит, все зло, которое накопилось, оно уже идет ливнем на него. Это то, что здесь нам говорит царь Соломон, что зло человека, оно скапливается над ним, и может на него упасть в самый неприятный момент, как раз когда он сделал что-то хорошее, вот это вот сбивает всю систему. Человек сделал что-то хорошее, тут на него град пошел. Он говорит, ну как, я же шел делать что-то хорошее, а на меня вот так вот все, система не работает, Всевышний значит что-то неправильно делает. Нет, Всевышний, вот тебе написано, что всему есть свое время, свой срок и свой закон, и зло человека скапливается над ним. Все, седьмой отрывок. Ти эйнейно юдеа маие, что человек не знает, что будет. Ти кашарие миа дитло, и когда что-то случается, кто ему это разъяснит? Значит, многие люди пытаются трактовать то, что с ними происходит. Вот, я теперь понял, я теперь понял, там кто-то пишет. Вот, значит, я понял, у меня там холодильник сломался, это мне Всевышний показал, что-то показал. Это у тебя холодильник сломался, может ему уже сто лет, этому холодильнику он сломался. То есть, а может, Всевышний что-то хотел показать, но говорит нам царь Соломон в седьмом отрывке. Ти эйнейно юдеа маие машее. То есть, человек не знает то, что будет, и то, что уже случается, кто ему разъяснит. То есть, обратись к трем человекам, тебе разъяснят по-разному. Как были сны у Виночерпия и у министра булочников, Иосиф одному так разъяснил, другому так разъяснил, что интересно, сон идет за расшифровкой. Расшифровка человека влияет на будущие события больше, чем сам сон. Поэтому, когда вы шифруете сны, вот сейчас была в Йомки-Пур специальная молитва, пусть все сны расшифровывают мне для добра. Пускай все сны расшифровывают мне для добра, мы прям просим у Всевышнего, потому что это очень-очень важно, как тебе расшифровывают, что про тебя говорят, что думают люди вокруг тебя. Значит, восьмой отрывок. Человек не властвует над своим духом, и вообще над духом он не властвует. Руах – это и дух, и ветер. То есть, намерение человека, оно и дух, и ветер. То есть, оно как ветер. Ветер поменялся туда, подул туда, ты не можешь его схватить. То же самое желание человека, то же самое его какие-то там устремления. То есть, внутренний мир человека его все время вот так расколбашивает. И поэтому мы говорим два раза в день, чтобы вернуться. Лото Тору – не блуждайте влеком и сердцем, и глазами. То есть, ты должен уметь останавливать свой дух, останавливать свое мышление, и переключать их на программу Торы. А как правильно? А с кем посоветоваться? Кто здесь раввин? Кто может посоветовать? И так далее. Девятый отрывок. Этколь зэ раити – значит, очень длинный. В восьмом главе самый длинный отрыв, типа, по три строчки. Значит, девятый отрывок, он очень такой прям важный. Он говорит, все это я видел, все это я обдумал, все действия я просматривал, пытаясь понять все эти закономерности, то, что происходит под солнцем, и скажу вам один вывод надежный. Срок – это Ашер Шалата Адамба Адам. Время, которое человек властвует над человеком. Лерало – это на зло идет тому, кто властвует. Значит, тут царь Салмон, который был царем, и есть две версии. Есть версия, что он в 42 года уже, в 52 года он умер. Что он 40 лет был царем – это бесспорно. Он в 12 лет стал царем, и его короновал, его папа царь Давид. И в 52 года он перестал быть царем. Но есть две версии. Одна версия говорит, что он умер. Вторая версия говорит, что он ушел с царского посла, стал инкогнито, и он исчез, вести какую-то отшельническую жизнь. И дальше он жил инкогнито до 82 лет, и 82 года умер. Я, кстати, очень хочу прям сделать исследование. У меня это в моих планах. Найти все-таки все, что известно. Сделать целое такое расследование, исследование. Постараться найти мадилу царя Соломона очень интересно. Ну, хотя версии. Наверняка есть какие-то версии, где была его мадила. Значит, он говорит, все время, которое человек властвует над другим, во зло ему идет. Как в жизни это работает? Йосеф, которого с детства он был лидером. Он говорит, мне снится то, мне снится, что луна и звезды не поклоняются. Что ваши снопы поклоняются моему снопу и так далее. Все пришло к тому, что братья хотели его убить, потом продали. Потом везде, куда он приходил, он становился лидером. Лидер в тюрьме, лидер в доме министра. И везде у него были неприятности. В конце концов, он в 30 лет его вытащили из тюрьмы. И он стал премьер-министром у фараона. Но в конце концов, он умер первым из своих братьев. Он 70 лет был премьер-министром, умер в 110 лет. А братья еще жили долго и счастливо. Ну, насчет счастливо я не знаю. Но жили дольше, чем он. А если мы посмотрим, что все, кто стремятся к власти и пользуются этой властью, то они живут на войне. То есть, это ты садишься в банку с пауками, пытаешься быть главарем в стае с волками. И все эти волки, они только и ждут, чтобы ты споткнулся. И они тебя съедят. Вот Трампа сейчас судят. Значит, признали его виновным в мошенничестве. Но это же не, ну, это дела 20-30 летней давности. Это война. То есть, ты считаешь, что ты крутой, мы тебя сейчас съедим. И все. Хорошо. Теперь дальше. Десятый отрывок. Десятый отрывок говорит нам следующее. И он говорит, он, видел я злодеев, которых похоронили и пришли, они, и убав, умимаком кадош, и алеху, ваиштаху, баира, шерли, кенесу. Видел я злодеев, которых хоронили с почетом, видел я святых людей, которых забывали, даже в тех городах, которые они спасали. Действительно, такое бывает часто. Сталина хоронили с почетом, а были люди, праведники, которых забыли, и которых даже не знали, что они были. К сожалению, в мире такое бывает. Но высшая справедливость, она работает не только в этом мире. То есть, высшая справедливость, она в том-то и заключается, что есть этот мир, и есть мир следующий. И без учитывания, вот, причем следующее, это важно. Это мир получения награды, а наш мир, это мир работы. Поэтому смотреть только на этот мир, это бессмысленно и нелогично. Значит, из-за того, что нескоро караются злодеяния, из-за этого люди, они наполняются идеями, что можно делать зло. Это, конечно, вот самое плохое последствие того, что прославляют злодеев, что люди, которые читают про Александра Макдона, вот именно прославление Александра Макидонского на протяжении всей истории человечества воспитывают таких ужасных людей, как Дитлер, как Наполеон, которые пытаются повторить его его неуспех. Я не знаю, почему это считается успехом, провоевать всю жизнь, там, до 30 лет, поубивать кучу людей, значит, мучаться во всех этих походах, и, в конце концов, чтобы тебя отравили, убили, и ты сдох без детей. Что здесь, ну, в чем здесь прославление Александра Макидонского, его коня Буцефала, в честь которого назвали город. Это показывает только на уровень тех людей, которые называют город в честь коня Александра Макидонского. Есть такой город, в честь Буцефала. Вот. И, к сожалению, из-за того, что человечество не прославляет праведников, святых людей, а прославляют вот этих вот мукдонов, то, конечно, мукдон это на иврите матидонский, да. То мы имеем то, что имеем. Мы имеем тот мир, который имеем. Значит, дальше он говорит так. Ашерхоте осера мат умаарихло. Он говорит, есть грешник, который делает зло. Ему, Маарихло, Всевышний терпит его, да. Он долго терпит, но он говорит, это мне доказывает, царь Самон говорит, из этого можно сделать другой вывод. Какое же добро есть для тех, кто боится Бога и которые соблюдают его заповеди. Он говорит, если даже злодеем, Всевышний так добр к этим злодеям, что ждет до наказания долгое время, дает им возможность исправиться. Он говорит, какое же добро будет тем, кто соблюдает заповеди. Даже, говорит, представить нельзя. Такой он делает вывод. Теперь, значит, и говорит, действительно, в этом мире на внешний взгляд путаница, что есть злодеи, а получают они то, что должны получать праведники. Есть праведники, которые получают здесь страдания как злодеи. Он говорит, но это все иллюзия. Это все Эвель. Значит, давайте разберемся, почему это все Эвель. Почему это иллюзия и суета. Вот сидит человек, страдает. У него нет денег, у него 8 детей, он целый день учит Тору, у него там то болит, все болит, в общем, все болит. И вот человек стоит на пляже, значит, на Мальдивах, мышцы у него огромные, значит, он такой весь тусует, там ему 60 лет, он ездит на Ибицу и, значит, живет с 20-летней девушкой, все. Кто-то скажет, вот смотрите, вот все, этот религиозный, у него 8 детей, он мучается, а этот стоит, посмотрите, в Инстаграме, фотографии возле машин, мне классно, все. Теперь говорит нам, говорит нам, вот это недавно я читал у Любавишского рыбы, например, он говорит, в душу человеку никто же не заглянет, ты же не знаешь, что у него внутри творится, это никто не знает, что творится внутри у другого. Обычный человек, особенно в Инстаграме, он не будет рассказывать, как ему внутри плохо и что он на антидепрессантах и что он от психологов не вылазит и что он всем должен, он не будет рассказывать, что он не спит уже месяц, ночами, он будет рассказывать, что у меня все хорошо. Теперь этот, у которого 8 детей, я приведу крайний пример, Раби Атива, который был, он является как бы идеалом позитивного взгляда на мир в иудаизме, он все переворачивал в радость и смех, все ему было, эти стоят, два мудреца плачут, видят, как леса выходят из развалин храма, Раби Атива смеется, они ему говорят, что ты смеешься, он говорит, ну если сбылось пророчество, что храм будет в развалинах, значит сбудется пророчество, что будет построен третий храм, ура, значит, все отлично, и в итоге его казнят римляне, ученики спрашивают, это Тора, это награда за Тору, его разрывают на части, он говорит, вы что, я, говорит, всю жизнь об этом мечтал, умереть за освещая имя Всевышнего, это же, говорит, для меня сбылась мечта всей моей жизни, и он радостный, счастливый, уходит на небо, то есть здесь нам говорит царь Самон, что это Эвель, когда ты думаешь, кому плохо, кому не хорошо, кому хорошо, понятное дело, что человек, которому плохо, его мышление плохое, он думает, всем вокруг хорошо, мне не додали, ааа, плачет, человек, который другой, смотрит на тех, кому кажется, что им хорошо, говорит, бедники, как же они страдают, как же, мне-то так хорошо, а они так страдают, ему еще лучше, то есть все зависит только от твоего выбора, все зависит от чего? От восприятия, это моя дочка, меня учит все время, говорит, папа, все зависит от восприятия, и действительно, все зависит от восприятия, теперь дальше, мы уже заканчиваем, успеем, осталось три отрывочка, значит, и царь Самон говорит в 15 отрывке, прославлял я радость, шибахте они, это семха, все, кто говорят, что Келли депрессивная книга ошибается, царь Самон с прямым текстом говорит, прославлял я радость, ашер энтовлядам, нету большего добра для человека под солнцем, а только кушать, пить и радоваться, и это то, что проведет его, в его труде, все дни жизни его, которые дал ему всесильный под солнцем, он говорит, смотри, не откладывай радость на потом, не жди каких-то сверх достижений, свершений, радуйся каждый день, сама радость является главной наградой за радость, если ты умеешь радоваться, если ты умеешь покушать, попить и порадоваться, все, жизнь удалась, он говорит, только это имеет смысл и значение во всем труде, которым трудится человек в этой жизни, все остальное бессмысленно, кроме радости, шестнадцатый отрывок, и когда, значит, я направил свое сердце познавать мудрость, и пытаться понять глубоко все, что вокруг происходит на земле, и ночью, ночью и днем мои глаза не смыкались, то есть, он говорит, ну, я всю жизнь потратил на то, чтобы разобраться, как все работает, и я день и ночь, я учился, работал, исследовал, он был такой исследователь, и семнадцатый отрывок, выраите, вывод, последний отрывок, восьмой главы, и видел я, все дела всесильного Бога, что не сможет человек найти, это масса, найти дело, которое делается под солнцем, и даже если человек будет трудиться, и стараться, не найдет он, и даже если тебе скажет какой-то мудрец, что я все познал, он говорит, ничего он не познал, только он может познать, что он ничего не может познать, и все, он говорит, поэтому сильно не переживай, ничего ты, глубоко ты ничего не разберешься, и не узнаешь, а просто радуйся тому, что есть в этом смысл в твоей жизни, научиться максимально радоваться тому, что есть, это лучшее, что ты можешь для себя сделать в этом мире, и научиться выполнять волю Всевышнего, делая те действия, которые правильные, с точки зрения Бога, это лучшее, что ты можешь сделать, как система, как жить, система твоей жизни, все, на этом мы заканчиваем сегодняшний урок, желаю всем хорошим, добрым людям, во-первых, сделайте выводы из этого урока, пожалуйста, напишите три вывода, во-вторых, эти выводы, попробуйте внедрить в свое мышление, и выстроить свою жизнь, исходя из этих выводов, лучше строить свою жизнь, по мудрости царя Соломона, чем по каким-то другим идеям, все, всем удачи, успехов, чтобы был мир внутри, мир в отношениях, и чтобы был мир, чтобы был мир в мире уже, наконец-то, да, у нас есть участник, да, да, такое имя у него хорошее, да, мир, он каждый день говорит, да, миру, миру да, все, всем удачи, успехов, до завтра, и чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, и выполнил для вашего блага, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok